Лично я, друзья, не хочу отдавать Джо 30% со своего денежного потока, с дивидендов, потому что нужно понимать, что в долгосроке 30% хорошо скажется на нашем капитале. И если, друзья, у нас есть возможность снизить налоговую базу на дивиденды или на любые другие налоги, то этим нужно пользоваться. А для того, чтобы снизить налоговую базу по американским дивидендам, есть специальная формула, которая называется W8B. И в этом видео я вам расскажу, как ее нужно будет заполнить у нас в брокере Китфинанс. Китфинанс, друзья, уже подал наши документы на разблокировку американских активов, акций, и также на денежные средства. Денежные средства – это и есть дивиденды, поэтому в случае разблокировки и удачного результата дивиденды могут начать поступать. И я уже заранее начал заботиться о том, чтобы мои дивиденды не облагались максимальным налогом. И поэтому я решил узнать в Китфинанс, стоит ли мне заполнять формулу W8B или нет. Поначалу там говорили, что типа форма в Сбербанке действует, и эти все данные перенесут, и все нормально. Но потом я пообщался с поддержкой и решил задать этот вопрос снова, и мне сказали, что нужно заполнять формулу заново. Но вообще я слышал, что у каждого брокера нужно формулу заполнять отдельно. И я все-таки решил подстраховаться, и решил запросить эту форму, и решил ее заполнить. На самом деле в Китфинансе форма заполняется очень легко и очень просто, в отличие от того же Сбербанка. В Сбербанке нам нужно заполнять самостоятельно эту форму. В Китфинансе за нас ее заполняют автоматически сама компания. И нам единственное, что нужно сделать, только подписать эту форму. Я все это уже сделал, и сейчас в этом ролике покажу, как это сделать, и как вам действовать, чтобы эту форму подписать. Рекомендую это сделать всем, потому что вдруг действительно будет положительный результат у нас по дивидендам, и нам они начнут поступать, и чтобы вы уже были готовы, и у вас был налог на дивиденды всего лишь 10%, а 3% вам придется доплачивать самостоятельно. Так что давайте сейчас пройдем в личный кабинет, я вам покажу, как это все запросить и сделать, и некоторые моменты. Так что ставь, как всегда, данному видео лайк, и также вы всегда можете поддержать мой YouTube канал донатом, если вам мои ролики полезны. А как показывают практика и количество просмотров, мои ролики полезны, и многим из вас помогают. Очень многие люди благодаря мне открыли брокерские счета, заполнили формулы, ту же самую формулу W8 в том же Сбербанке. Сначала начнем с переписки с поддержкой. Итак, у Китфинанс есть вот такой вот Китфинанс брокер Бот. Рекомендую вот это запомнить, записать, и если что в Телеграм, писать туда им. Они активно там отвечают, ну по крайней мере, я пишу туда, мне удобно через Телеграм, и там получаю ответы на свои вопросы. Я им задал вопрос, что наши формы, подписанные в Сбербанке, еще работают, W8, они вроде 3 года существуют. Вдруг сейчас придут заблокированные дивиденды, или у вас надо подписывать ее заново? Здесь мне ответили то, что форму W8 Московской биржи необходимо подписывать у нас. То, что я раньше сказал, у каждого брокера, походу, нужно подписывать отдельно. Напишите произвольное поручение в личном кабинете, что хотите подписать форму W8 Band для Московской биржи. Ну тут я им написал то, что странно, говорили, что подписывать не надо, у вас она действует. Ну и тут мне написано то, что Берни передал эти формы, а ранее был расчет на то, что они автоматически перейдут к нам. Окей, сейчас подам на всякий случай. Я здесь написал то, что я им подал эту форму. Форму я подал, это как раз 9 числа, вот эта переписка была 9 декабря. Также мне тут сказали то, что видите, по дивидендам мать и дитя отчитываться не нужно. Хотя странно, взяли налог 15%, и они сами мне сказали, что типа это пришло из иностранного государства. Но я скорее всего буду отчитываться. Итак, значит, как подать поручение у нас произвольное в кабинете на эту форму? Итак, заходим в наш кабинет, заходим в раздел «Подать заявку». Здесь вот у нас есть произвольное поручение. Но, смотрите, подавать заявку могут те люди, у кого подтверждены личные данные в кабинете. Иначе никак. И нажимаем «Произвольное поручение». Здесь нужно будет просто написать текст о том, что вы хотите подать форму. И здесь вот потом нажать «Далее» и подписать через СМС-код. Сейчас я вам покажу, что я в поручении написал для того, чтобы мне эту форму прислали. Итак, заходим в «Мои заявки». И здесь вот у меня есть, видите, «Произвольное поручение». Вот это было 9-го числа, как я вам сказал ранее, 9-го декабря я подавал. И вот нажимаем сюда. Здесь мое поручение уже исполнено. И менеджер мне написал то, что форму направил на адрес электронной почты. То есть сначала пришла форма, и потом здесь заявка пришла на почту, то, что моя заявка в работе, но потом то, что она исполнена. Дальше. Вот оно мое «Произвольное поручение». Сейчас мы зайдем, я вам покажу, что я там написал. Оно также подписано уже было подписью. Вот оно, поручение. Здесь был текст поручения вот такой. «Здравствуйте, хочу подписать форму W8. Вдруг разблокируют акции и начнут приходить дивиденды. Мне сказали, что у вас надо заново ее подписать». Хотя в «Сберии» она была подписана. Ну, сказали вначале, что работать будет она и у вас при переносе. Потом говорят, что нет. Поэтому лучше вышлите мне ее на подпись. Здесь я написал то же самое, что и переписки. В поддержке здесь вот подпись. Я это все дело подписал через СМС. Ну, и здесь вот внизу поручение принято. Вот 9 числа, время и сотрудник. Заявку она висела у меня в работе. Не в работе, а просто висела дня 3-4. Я, ну, психанул, грубо говоря, и начал написать нам в поддержку. Говорю, почему мое заявление висит 3 дня, и оно не принято в работу на форуме. Я написал в этот Китфинанс Бот, который в Телеграме. Ну, и менеджер, короче, мне ответил. И сразу же заявка была в работу принята, потом исполненная. Они мне выставили форму. Поэтому, если они тормозят, тормошите их через поддержку. Также, если у вас документы долго проверять. Я это уже говорил, у меня тоже такое было. Я им написал в поддержку, они сразу их подтвердили. То есть, их надо тормошить, потому что они тормозки. Когда им пишешь, они как бы, ну, активно работают. Поэтому пишите им в Телегу, в Бот, они ответят, подтвердят, вышлют вам форму. То есть, это вот такой нюанс, если вдруг у вас будет заявка, и она будет долго не обрабатываться. День-два подождите, если они тупят, пишите им сразу же. Форма пришла мне на почту. Вот такое вот мне письмо пришло. Китфинанс Брокер, добрый день. Необходимо подписать форму живой подписью, направить ответ или прикрепить файл в формате JPEG или PNG. Я им в ответ тоже отправил, подписал ее здесь, внизу. Вот один прикрепленный файл, и здесь у нас, получается, они нам присылают эту форму. Я вам сейчас покажу, где ее надо подписывать, и вы подпишите и отправите им также в ответ этого письма. Сейчас я вам это все покажу. Вот я открыл форму, полностью я вам ее показывать. Не будут там мои личные данные. Здесь единственное, что вот она, моя фамилия, имя, отчество, дата, вот то, что 12-го числа я ее подписал в этот же день. Подписать надо вот здесь, вот просто ручкой я ее подписал, и что я сделал? Потом сфоткал уже эту же форму распечатанную, подписанную и отправил им. Можно распечатать, подписать, сделать скан и отправить. Либо можно сделать, как я, распечатать, подписать, сделать фотку и отпройти. Фотку сделать проще, потому что скан есть не у каждого. Дальше. У кого нет принтера, например, ну идти в отделение, в какое-то ближайшее, где у вас распечатают. Распечатают, есть вот эти фото, всякие печати, услуги. У меня нет сканера, я пошел и заплатил там, по-моему, 8 рублей. Я сразу несколько инзепляров на всякий случай распечатал, чтобы 300 раз не ходить. Вдруг я не там подпишу и не то сделаю. И все, здесь вот нужна просто тупо подпись. Но детали уточните. В ответ я им отправил, вот, кит финанс, вот здесь вот моя аватарка, моя почта. Я им здесь отправил, вот эта форма, начало. Я им ее в ответ отправил, и внизу она у меня уже была подписана. Они приняли, и все, и передают в НРД, в Московскую биржу. Посмотрим, если будут едины приходить, должны уже приходить с 10-мя процентами, а не с 30-мя процентами. Если вдруг что-то пойдет не так, я, конечно же, буду им тыкать в нос вот этими документами. Говорить, вы что, беспределите? Так и так, я вам отправил эту форму. Так что давайте тогда мне из своего кармана выплачите эту разницу в 17%, даже в 20%. Потому что там 3% надо будет доплачивать. Поэтому так вот все просто, элементарно. Какой здесь плюс, сразу скажу. То, что данную форму, которую они нам высылают, они ее заполняют самостоятельно. Вам только нужно подписать. Вот в этом и плюс. Поэтому, друзья, подписывайте, не тяните. А вдруг реально будет праздник на нашей улице, и нам разблокируют наши акции, и мы начнем получать дивиденды. Что еще нужно знать? То, что Китфинанс постоянно оптимизирует свои тарифы. И вот у нас 27-го числа тоже были изменения в тарифах. Ну, самое важное для нас здесь, это, конечно же, отмена платы за предоставление формулы W8B. До этого она была платной. После того, как я подал, я вам все это-то показал, с меня действительно ничего не взяли. За меня ее все заполнили. Я ее подписал, ее распечатал, все, они ее приняли. Значит, действительно, она стала бесплатной. А до этого была платной. Не знаю, сколько, но факт остается фактом, что Китфинанс идет на встречу, и в многих моментах он тарифы улучшает. Чем нежели ухудшает. Так что это нужно иметь в виду. Да и вообще, я у многих брокеров слышал, что она у всех бесплатная. Не знаю, почему она в Ките до этого была платная. Странно. Кит какой-то тоже был брокер до этого неоднозначный. И в тени. Если вы еще не поставили лайк данному крутому видео, то рекомендую это сделать. Также пишите свое мнение в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы. Также не забываем про донаты. Ну, а с вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока, друзья. Увидимся на просторах интернета. Не переключайтесь. И также не забудьте поделиться данным видео своими друзьями. Оно может быть им полезно. Скоро увидимся.